Ну, фазанов до 30 тысяч, иногда до 40, если спрос есть, выводим, выращиваем. Дело в том, что у нас достаточно земли, более 90 гектаров, и у нас есть производственные помещения, которые позволяют, например, инкубаторий позволяет порядка 130 тысяч птиц выводить в легкую. Если нужно, мы просто ставим туда дополнительные инкубаторы и выводим уже значительно больше. Сколько вольеров у вас всего? Ну, всего 81 вольер. Вольеры разные, правда, есть маленькие? 81. Есть вольеры маленькие, есть вольеры по 4,5 тысячи квадратных метров. Ну, пока нам этого хватает, но мы планируем строить еще. Насколько я сейчас понимаю, это у вас крупнейшее поголовье в России, получается? Мне неизвестно, чтобы у кого-то было больше. Я просчитывал, что за два года я могу выйти на 2 миллиона яиц в год, а на третий год до 5 миллионов в год. Слушайте, это хорошие объемы. Всем привет, это Фермер.ру. Мы сегодня находимся в Тамбовской области. Приехали в гости к Александру Андреевичу Стригину. Александр Андреевич, приветствую вас. Здравствуйте. Хозяйство называется Тамбовский фазан. И Александр Андреевич знает о фазанах, наверное, все. Я так думаю. Все знать никто не может. Но изучаем, стараемся узнать как можно больше. Кроме фазанов, что у вас еще есть на хозяйстве? У нас есть куропатка серая. Давайте тогда сразу же будем количество назвать. Фазанов сколько? Ну, фазанов до 30 тысяч. Иногда до 40, если спрос есть, выводим, выращиваем. А родительского сколько? Родительского около 2 тысяч. Оставляем с запасом. Куропатки серые пока немного, но в этом году мы расширяемся. Надеемся, что тысячи три у нас осенью будет. Индейка, восточная, это дикая индейка, привезенная со штатов. Выращиваем под заказ 2-3 тысячи. Ну, больше 3 тысяч не выращиваем, пока нет заявок. Будет заявка, можем выращивать много. Есть кряква, тоже только начинаем. И кряква в этом году вырастили 8 тысяч. Но будет спрос, можем выращивать и 20-25 тысяч в легкую. Я правильно понимаю, что вы можете увеличить на своих площадях в несколько раз. Раз в 5, а то и в 10 поголовье, там, за пару лет, если будет спрос. Да, дело в том, что у нас достаточно земли, более 90 гектаров. И у нас есть производственные помещения, которые позволяют. Например, инкубатория позволяет порядка 130 тысяч птиц выводить в легкую. Если нужно, мы просто ставим туда дополнительные инкубаторы и выводим уже значительно больше. То есть у нас есть база для того, чтобы очень быстро вырасти. Но пока все ограничивается спросом. Понятно. Александр Андреевич, а сколько лет вы занимаетесь птицей? С 2002 года. С 2002 года, но по образованию вы охотовед. Да, я белк-охотовед. И чем же занимались до того, как начали заниматься птицей? Ну, я фактически всю жизнь проработал в системе охотничьего хозяйства. Когда в 2005 году охотничье управление было ликвидировано, как федеральная служба, были переданы места, я перешел на занятия чисто на фазонарий. То есть это вот сейчас ваш основной бизнес, вы с этого живете? Да, это хобби, которое я превратил в профессию. Я всегда в детстве, с самого детства мечтал быть орнитологом, стал биологом-охотоведом. Вот прямо с детства, с детства? Да, прямо с самого детства. Птичек ловили, снегирей в ловушке. Ловил. Был частный дом в Тамбове. Значит, ни у кого у ребят не было. У меня был вольер во дворе, построенный собственными руками. И у меня были десятки птичек там. Вот мечта была. Я даже поступал в МГУ. Ну, первый экзамен сдал на тройку и решил, что не смогу поступить. И уехал в Кировский сельхознительный институт, поступил туда. Но ребята с тройкой поступили, потому что первый экзамен был самый трудный. Математика. И из двух тысяч человек было тысяча двести двоек. На первом экзамене. То есть шанс был поступить в МГУ. Шанс был, но я вот сдался раньше времени. Понятно, понятно. Так, и, значит, идея про фазонарий. Насколько я сейчас понимаю, это у вас крупнейшее поголовье. В России, получается. Мне неизвестно, чтобы у кого-то было больше. Как вообще идея пришла по фазонам? Почему именно фазан? Мой учитель Владимир Дмитриевич Херувимов, очень известный биолог-охотовед, мечтал открыть, организовать на территории Тамурской области фазонарий. Но ему не удалось. Но эта мысль у меня была. И когда представилась возможность, я занялся этим вопросом. Вот ни кабанами, ни оленями, хотя там тоже интересно. А вот где-то на спинном мозге я сверну к птице. Понятно. А вообще ареал фазона в Тамбовской области, он живет или нет? В дикой природе нет. Его ограничивает глубокоснежье. Он не боится мороза. Но глубокий снег, у него не оперена цевка, у него нет бахромы на пальцах. Он глубоко проваливается, снег попадает под перо, он подмокает и начинает замерзать, начинает переохлаждаться. То есть у нас ограничивает ареал не мороз, а именно глубина снега получается, да? Именно рыхлый снег. Если он плотный, фазан по нему бегает. Не проваливается, да? Но если он очень рыхлый, у нас в селе Оржевка было имение князей Нарышкиных. И они с 1902 года до 1917 разводили фазанов под наседками. Это здесь, в Тамбове? Это в Тамбовской области. В 1917 году они открыли вольеры, потому что ситуация в стране изменилась. Но в 1929 году фазаны еще встречались. То есть через 12 лет фазаны еще встречались, они жили. Но как только очень глубокий рыхлый снег, может погибнуть буквально все поголовье. То есть они просто выпустили на волю? Да, они выпустили на волю. А сколько там поголовье было, вы не знаете? Про поголовье точно никто не может сказать. Но ведь это точно не 10 и не 20 штук. Это наверняка... Это было хозяйство, бизнес. Да, конечно, они возили обозы, шли на Санкт-Петербург и на Москву. Это было дорого. Вот такой княжеский бизнес был. Супер. Друзья мои, сейчас мы пойдем, зайдем в вольеры. Я тут оплатил погоду, у нас выпал сегодня снег. И мы по белому снегу пойдем посмотрим красивых фазанов. Пойдемте. Давайте идем к вольерам. Александр Андреевич, рассказывайте, пожалуйста, сколько вольеров у вас всего? Всего 81 вольер. Вольеры разные, правда? Есть маленькие. 81. Есть вольеры маленькие. Есть вольеры по 4,5 тысячи квадратных метров. Ну, пока нам этого хватает, но мы планируем строить еще. И сколько всего получается под сеткой у вас? На сегодняшний день 6 гектаров. 6 гектаров под сеткой. Да. 60 тысяч квадратных метров. Вот так летают фазанчики. Вот так летают фазанчики. Да, мы их ограничиваем. Да, 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 да. Они нас испугались, но ничего страшного с ними не случилось. Во-первых, это не самки, которые могут забросить, нести яйцо от стресса, да? Да, ну, здесь сетка такая, она мягкая. И сетка, да, мягкая, то есть они не побились. Да, 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 они не побились. Мы сейчас практически дошли до конца вольера. Вот. Что за фазан у нас здесь, Александр Андреевич? Это фазан обыкновенный, но так как под виды все перемешаны, и под вид не определяет сил, назвали фазан охотничий. Есть форма темная, мы еще сходим, так называемый, зелено-румынских. Есть у нас кавказские фазаны, чисто кавказские. А у кавказов больше белая полоса, насколько я помню? Нет, на шее белого кольца у кавказских фазанов нет совсем. А, вообще нет, да, наоборот нет? И он немножечко темнее. Ага, понятно. Вот сейчас мы попробуем посмотреть с вами, ребята. У нас сегодня погода шепчет. Вот фазаны. А им не надо углы сглаживать? Ничего, они там в углы не бьются? Нормально? Нет, нет. Этого ничего не требуется. Вот так вот. Здесь естественная растительность, трава. Ничего не пропалывали, не убирали? В этом году ничего не сели, а так мы обычно сеем лебеду. А, лебеду сеете, да? Рекомендуется разные травы сеять, но из рекомендованного у нас почти что ничего не растет, потому что земля птицы удобрена. Переудобрены. Переудобрены, да. И можно сказать, скажем, та же тимофеевка или там пшеница буквально сгорают, они не вырастают. А вот очень хорошо растет лебеда. В этом году, правда, было много канадской травы, потому что в прошлом году мы не сеяли лебеду. А вот канадская трава нам не очень нравится. Но то, что остатки видим, в основном, по большей части, это именно канадская трава. Но птица чувствует себя как бы в заростях, как дома. Конечно, конечно. Она даже более дикой. Естественная среда, да, получается. Она даже более дикая, получается, нежели в маленьких вольерах, где нет растительности, где она быстрее привыкает к человеку. Но есть обратная сторона. Птица, погруженная для транспортировки из больших вольеров, иногда гибнет. То есть случается разрыв аорты. То есть стресс, и нам приходит сдавать усиленную дозу витаминов, чтобы предотвратить вот такой процесс. Были случаи, когда при погрузке 500 голов 16 птиц погибло от разрыва аорты. То есть большой процент, это крайне жалко. Мы выращиваем не для этого, и никак не хочется нам, чтобы птица погибала. Александр Андреевич, расскажите, пожалуйста, а вообще куда вы фазанов-то деваете? Для чего, для кого это выращивается? Мы выращиваем чисто для охотничьих хозяйств. Бывает, иногда просят у нас на мясо или для содержания на подворье. Иногда на свадьбу купят, просят для продажи. Это немного. 99% птиц мы продаем в охотничьих хозяйствах. Понятно, понятно. А куда? В основном по России продаете? Много областей покупает. Это Воронежская, Тверская, Московская, Рязанская область, Смоленская область достаточно много берет. И даже в Южную область. Но в Южную область мы поставляем как раз кавказского фазана, потому что охотничьего там выпускать нельзя. Почему нельзя? Можно выпускать только тот вид фазана, который там обитает. Там есть уже, да? Там уже есть, да. Как это, интрузивные виды или как это правильно? Ну, инвазивный. Инвазивный, да. Инвазивный вид, как бы. И чтобы сохранить чистоте того поголовья, который там обитает, тот вид, который обитает, нельзя подмешивать. Нельзя пускать других. Поэтому мы закупили кавказского фазана и разводим специального для поставки в Южной регионы. Ну, мы в Ростовской области видели на самом деле диких фазанов, по дороге ехали, и они прямо там перебегали к дороге, трассе перебегали. Мне тоже приходилось наблюдать. Ну, вот. У нас даже наш водитель Александр аж руль бросил, когда увидел его. Он сам учился в Лестехническом институте и сам тоже орнитологию изучал. И для него это было, ну, увидеть первый раз фазана дикого вот так вот через дорогу. Ну, скорее всего, он еще и охотник. Да, 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 да. Вот такие вот дела. Так, и, значит, вот у нас вот эти вольеры. Здесь подсаживаем траву и все, да? То есть никак там не чистим вольер. Время от времени мы вольеры перепахиваем с помощью мотоблоков. Это трудоемка, и по первости мы делали это ежегодно, а сейчас делаем через один, иногда, в зависимости от загружения, через два года. Всем, чтобы перевернуть пласт. Нагрузка, получается, на почву большая от птицы, да? То есть много помета, да? Много помета, и это среда для развития микроорганизмов. С тем, чтобы обеззаразить, мы вот таким образом перепахиваем и даем возможность отдохнуть вольеру. То есть после того, как перепахали, в этот год там нету никого? Да, да. То есть, ну, иногда, может быть, и не весь год, может быть, скажем, половина сезона, скажем, весной нет, а к осени мы там кого-то посадили. Но ведь солнышко тоже за лето убивает все на почве. Конечно, конечно. Это процесс инсоляции, так называемый. Да, 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 да. А чем кормим фазанов? Как они воду пьют? Надо ли их поить? Да, в зимний период они едят снег и вполне этим обходятся. В теплый период года мы их поим. Кормим постоянно полнорационным комбикормом, то есть тем комбикормом, в котором есть все необходимое для жизнедеятельности организма. Корм сами делаете? Да, корм делаем сами. Дело в том, что если вдруг возникнут какие-то проблемы у нас, не дай бог, то мы точно знаем, что в этом корме есть. И знаем, искать ли там причину или не искать. Понятно. То есть корм заготавливаете здесь, а ингредиенты для корма, там, я не знаю, пшеницу, кукурузу, сами выращиваете, покупаете? Нет, мы все покупаем, а ингредиенты приходится собирать по всей России. И Санкт-Петербург, и Рязань, и Белгород, и откуда только не покупаем, откуда только не привозим. Вот так вот, друзья мои, здесь раздается корм, развозят его на лошадке и в мешках рассыпают. Сколько раз в день кормите? Здравствуйте! Один раз. Один раз? Да. Ага. Сегодня будем давать на два дня, завтра мы хамбовы. Понятно, завтра у нас воскресенье, сегодня суббота. Полное. Мешочки специально по полмешка. Да, да? По 20 килограмм. По 20 килограмм. И вот, бункерная кормушечка. У нас Валентин задал вопрос, который я хочу повторить. Вы как-то отсаживаете, вот, но я вижу, что здесь одни самцы, то есть самцов от самок разделяете. Дело в том, что в природе осенью птицы делятся на однополые группы. Самки отдельно, самцы отдельно. То есть в природе они так живут, да? Да. Если же мы их искусственно делаем с отцов с самками, то у них чаще бывает расклев. Они несколько хуже растут, несколько хуже одеваются пером. А вот однополыми группами они лучше одеваются пером, лучше себя чувствуют. Поэтому мы стараемся их всегда разделить. Бывает, но слабенький самец, которого другие самцы могут просто сильно обижать, мы их сажаем к самкам. Такое бывает. Но это небольшой процент. Ну и вот самцы, они не дерутся, то есть никаких очков, я вижу, у фазанов нету. То есть на большом поголовье, наверное, это и невозможно сделать. В принципе, возможно, только штат нужен для этого. Но осень, зима самцы ведут себя спокойно. Когда же начинается период размножения, то тогда у них начинаются конфликты. Ведь в этот период самцы в природе захватывают территорию, они не бегают за самками. Они захватывают территорию и стараются ее удержать. Кричат, атакуют. Другие самцы приходят и бьются за эту территорию. Самый сильный самец остается. Самки приходят к этому самцу сами. Молодые самцы, как правило, в размножении не участвуют. Если же мы весной посадили искусственно самцов в вольер, вместе они где держатся, то проигравший самец в битву не может убежать. И наиболее сильный самец может его убить. Не забить может, да? Чтобы этого не происходило, либо сажают фазанов по семьям. Один самец, самым пять-шесть самок. Либо, вот мы посмотрели это у финнов, держат в огромных вольерах, где много самцов. И тот, который убежает, он поднялся, улетел, затерялся между других. Если же в один вольер посадить, скажем, трех самцов, то утром, то к вечеру останется только один. Потому что наиболее сильный самец будет преследовать постоянно самца более слабо, гонять, гонять, гонять и постоянно бить, пока не убьет. Да, да, да. Он будет гоняться в свой участок, а тому некуда деться. А тому некуда деваться. Вот такие вот дела. То есть, друзья мои, кто держит фазанов в небольших количествах, там, на каких-то своих, может быть, приусадебных участках, держите семьями. Да, да. Держите семьями. Вот. Ну, или же вот, как финны, стройте большие вольеры. Ну, это в промышленных масштабах. На подворье, конечно, такого вольера просто не нужно. И нужно, естественно, делить на семьи. Александр Андреевич, что это у нас за тепличка, за гонщик в вольере? Это так называемый отбойник для отлова птицы при погрузке. Дело в том, что в таком большом вольере, вот у нас 20 на 60 метров, с очком ловить птицу очень сложно. И когда нужно поймать там 500-600 птиц за пару часов, то это сделать трудно. Вот мы поставили такой отбойник, идем по одной стороне вольера, а птица, стараясь уйти от человека, идет по другой стороне вольера и заходит в этот отбойник. Прямиком в отбойник. Мы их там отлавливаем, еще загоняем. Если загнать много птиц в отбойник, то при заходе человека, они все в одну сторону бросаются, пытаются избежать. И возникает слой птицы, и нижние могут задохнуться. Чтобы этого не происходило, вот понемногу загоняем там, скажем, по 100 уголов там. Отловили, снова загнали, снова загнали. И получается у нас достаточно быстро грузится птица. Так, друзья мои, хотел бы обратить внимание, что у нас сетка держится на стойках из березы. Да, и вот почему-то береза у нас с одной стороны обтесанная. Это что такое? Дело в том, что береза, если она, срубить ее сырую и поставить на стойку, она за одно лето сгнивает из-за того, что береза не пропускает влаги. Поэтому мы рубанком, электрорубанком делаем две полоски. А, с двух сторон, да? С двух сторон, да. И такая стойка стоит 7-8 до 10 лет. Ну да, влага испаряется, естественно, потому что кора не в береза не со всех сторон. Понятно. Стойка стоит под сеткой, и если тут, может быть, на камеру будет плохо видно, у нас натянут трос ПВХ вдоль и поперек. Под каждым перекрестем тросов стоит подпорка. Выдержит достаточно серьезную нагрузку, тогда, когда может выпасть много снега и лечь непосредственно на сетку. Березка прочная, и кроме того, у нас пахотные земли заросли березой. Сейчас эту березу корчуют, и добыть такие подпорки для нас не составляет труда. Ну да, не составляет труда, да. То есть вводите землю в оборот. Ребята вбивают два гвоздя оцинкованных. Эти гвозди входят между... Ну, между тросами. Между тросами. И вправо-влево сдвинуться не может, потому что проволока держит. Там, где полиамидная сетка, ну, грубская тряпочная, там, значит, перекрестье троса и прижата к стойке специальной скобой, сделанной из гвоздя. Если гвоздь просто загнуть, то там цепляется сетка. Александр Андреевич, куда мы пришли, что за черные курицы? Это тот же самый фазан обыкновенный, но только форма темная, как разноцветных норок вывели. Так вывели искусственно вот такого темного фазана. В простонародье фазан зеленый румынский. Он к румынею имеет какое-нибудь отношение? Ну, наверное, там вывели его. Некоторые говорят венгерский. Я думаю, что там просто его вывели, эту форму. Но здесь вот я вижу и самцы бегают, и самки. Да, здесь сидят и самцы, и самки. У нас просто некуда было отсыть и валеры, были заняты самцов. Это вот просто фазанчики отсажены на родительской поголовье. Мы самцов, как только освободится валер, отсадим до весны. Вот они. Да со снегом. Ай, красота. Красиво. Да, друзья мои, я напоминаю, что птица не травмируется, потому что кругом сетка, и больших неудобств мы ей сейчас не предоставляем. Правильно говорю или нет? Да, конечно. Вот. Так, это у нас, значит, зеленые румынские, я слышал название. Да, да. То есть это вот они. Это они. Ну, вот самцы, и вот сейчас у нас солнышка нет, но если посмотреть, вот самцы отливают. Отливают, да. И отливают зеленым, на солнышко они ярко-зеленым светом горят. Отливают. Металлическим таким. У меня не хватило много денег оплатить всю погоду на весь день, только на самое утро. Поэтому солнышко скрылось. Вот. Александр Андреевич, расскажите, пожалуйста, сколько у вас их, вот этих темных румынских? Темных здесь около 120 самок и 25 самцов. 120 самок и 25 самцов. В этом вольере, это один вольер? В этом вольере, да. Нет, есть еще. Есть еще, да. То есть напоминаю, ребята, что в хозяйстве 71? 81 вольера. 81 вольера. Это огромное количество вольеры. Напомню, разные по площади. Вот. Вот у нас такие красавцы. Кто больше пользуется спросом? Обычный фазан охотничий или вот румынский? Или там еще, может быть, какие-то? Ну, больше пользуются красный, обычный фазан охотничий. Но для разнообразия очень часто просят зеленого румынского, и мы его выращиваем в меньших количествах, но тоже выращиваем. Ну, то есть просто для ассортимента получается? Да, конечно. Кстати говоря, яйцо у них по цвету отличается? То есть если вот у охотничьих, у обычных он такой оливкового, серого, коричневого цвета, у этих как яйцо? Яйцо абсолютно одинаковое, что у охотничьих, что у кавказских, что вот этих зеленых, абсолютно одинаковое яйцо. Внешне отличить нельзя. Понятно. То есть по яйцу нельзя сказать, от кого это? Нет. Вот они у нас тут в углу все. Большое количество. На удивление, спокойно. Так, а это что за козлы у нас тут стоят? Это здесь стояла, эта вот кормушка, она перевернутая сейчас. А, кверх ногами, да? Да, кверх ногами. Значит, для цыплят, когда им трудно брать из такой кормушки, вот, она переворачивается, в нее насыпается корм, а сверху, вот видите, две полоски, привинчивается лист плоского шифера под наклоном. Там он получается у нас, и у нас получается кормушечка снова под крышей, из которой птенцам легко брать корм. То есть это для птенцов на весну просто здесь стоит законсервированная до весны. Ну, везде убрали, а вот в этом почему-то осталось не убранный. Ну, понятно. Наверное, забыли. Понятно. Вы на съезд можете, но они сейчас. Да, они, видите, знатоп, на ней используются как на съезд, конечно. Вот у нас тут темные на темном, сейчас я попытаюсь к ним подойти поближе. Александр Андреевич, а по содержанию тоже, насколько я понимаю, разницы нету никакой. Абсолютно. Разница только в цвете. Разница только в цвете. Ни нормы посадки, ничего не различается. Вот мы сейчас сажаем, стараемся, чтобы было, у меня такой вопрос сейчас задают, сколько птиц посадить на единицу площади. Мы сажаем, чтобы было не менее двух квадратных метров на одну птицу и более. Хотя в учебниках написано у некоторых, что не более двух птиц на квадратный метр. Но если мы две птицы на квадратный метр сажаем, то у нас появляется расклев, птицы хуже растут, много птиц, более сильные птенцы отгоняют от кормушек более слабых птенцов, появляется разница в весе у некоторых птиц. И чтобы этого не происходило, мы стараемся, чтобы в кормушках было несколько. Вы в четыре раза больше даете, получается, площади, чем рекомендации. Да. С этой, с этой площади, с двух квадратных метров на птицу, все проблемы у нас исчезают. Угу. То есть увеличиваем площадь, соответственно, птица может и убежать, и куда-то там спрятаться, не знаю куда, и добежать до кормушки. Свободнее себя чувствует. Свободнее себя чувствует. Нет проблем с расклевом, с каннибализмом. А вообще, если говорить про каннибализм, расклев и так далее, как бороться с этим? То есть птица же, видите, фазан достаточно такая агрессивная к собратьям, скажем так. Но, к сожалению, это так и составляет немалые трудности, значит, доставляет нам ногу, трудности доставляет вот этот самый каннибализм. Как бороться? Полно рационное питание, но даже оно не всегда спасает. И норма посадки, то есть чем больше площадь на одну птицу, тем, естественно, меньше будет расклев. Ну и все равно, например, вот мне приходилось быть в Астрии, на фазанарии, где птицу выращивают в темноте. Угу. То есть включают свет на 15 минут, птица покормилась и снова свет выключают. Как раз из-за того, чтобы не было расклева. Но, будучи выпущенной, птица, быть может, я предполагаю, что дольше адаптируется к условиям, когда они для нее резко меняются. Но, тем не менее, адаптируется и через пару недель на нее можно охотиться, она дичает и ведет себя абсолютно как обычная птица. Ну, это как-то все-таки жалко птичку-то так в темноте. Да, но когда она клюет друг друга, тоже жалко. Еще больше жалко, да. Тоже жалко. Они даже гибнут. Угу. Нередко убивают друг друга. А вот знаю, что при напольном содержании, раньше, по крайней мере, на птицефабриках кур, делали дебикирование клюва, да, подрезали. Не применяется ли такая техника у фазанов? Применяется. И более того, скажу, дебикатор у меня есть, но не применяем, потому что продаем в охотничьих хозяйства и добытую птицу с обрезанным клювом, если человек получит, ну, как бы из нее чучел даже нельзя сделать, потому что с обрезанным клювом все будут спрашивать, что это такое, да. Вот, и мы не применяем, чтобы птица была, естественно выглядела. Понятно, понятно. Вот так вот, друзья мои, румынский зеленый фазан. И мы тогда двигаемся в следующий вольер. Пойдемте. Александр Андреевич, заходим в вольер и рассказываем, к кому мы сейчас пришли. Здесь у нас самочки в этом вольере. Вот сейчас мы увидим. Есть немного самцов, но это такие слабенькие самцы. Были, когда их сажали, сейчас они возмужали. То есть здесь у нас самки, а самцы это те птицы, которых в младенчестве не определили как самок. И они оказались вместе с самками. При пересадке их еще не было видно, что они самцы, потому что сажались сюда маленькими. А в каком возрасте, кстати говоря, можно отличить по внешнему виду? В полтора месяца уже отличаются. Но некоторых даже в два месяца можно спутать. То есть у них тоже есть индивидуальная изменчивость. Такая вот индивидуальная особенность. Вот в этом вольере две тысячи птиц. Две тысячи самок. Да, две тысячи самок. Значит, это все останется себе, как родительское стадо? Да, этот вольер родительское поголовье. Самцов, естественно, мы выловим, мы их продадим, потому что они как бы слабоваты. У нас есть лучшего качества самцы. А самочки все вот эти останутся. А вообще в продажах самок просят на охоту? Больше спрашивают самцов. Ну и самок тоже просят. Во-первых, самки легче на подъем, лучше, быстрее летают. И есть люди, которые просят даже больше самок на охоту. А самец крупнее, взлетается красивее, взлетает с шумом. Поэтому больше спрашивают все же на охоту самцов. Ага, понятно. Понятно. Вот у нас самец, который был перепутан. 2000 голов. И вот у нас, я вижу, такие насесты. А в тех вольерах почему насестов не было? Насестов было просто меньше. И были вот такие насесты наверху. Не было вот таких. А, вот эти вот палки там были, да? Да, да, да. Эти насесты ведь недолговечные. Они выходят из строя. И мы их делать будем, заменять будем на более прочий материал. Мы хотим сделать из дубовой доски. А дуб здесь не растет, наверное? Или растет? Дуб растет активно, да. Дуб растет. Я больше скажу, все столбы здесь дубовые. Ага, то есть по периметру, которые, да? Да, да, да. Ну, приходится все лесхозы объехать, чтобы обеспечить себя дубовыми столбиками. Вот так вот, ребята, такой большой вольер. Сколько здесь получается он, размера этого вольера? Этот размер, значит, 48,5 шириной и 95 длиной. Ну, около 4,5 тысяч квадратных метров. 50 на 100, условно говоря. Грубо, да. Ага. Грубо, да. Ну, вот так вот. Сейчас мы попробуем подойти поближе. Конечно, они все разбегутся. Когда у них начинается сезон яйцекладки? Редко в конце марта, а чаще в первой декаде апреля. Яйцо достаточно быстро нарастает. И примерно к 20 апреля пицца достигает пика яйценоскости. К 20 апреля, да? Да, примерно к 20 апреля. Пик этот длится примерно числа до 25 мая, а потом начинает постепенно, медленно снижаться. Ну, последнее яйцо может встречаться даже в сентябре. У нас за сезон получается порядка 30-40 яиц, да? Ну, мы получаем на самочку в среднем 65 яиц. Но пока отбракуется, и кроме того, скажем, инкубацию мы собираем, не собираем самое первое яйцо, оно хуже плодотворено, еще грязно бывает в вольерах. И когда мы его набрали на инкубацию, дальше уже, скажем, самое позднее, что мы выводим, это 7 июля. Позднее, 7 июля мы не выводим. А птица несется, и это яйцо уже тоже мы используем как пищевое. Пищевому яйцу чуть вернемся попозже. Еще бы хотел спросить, а несутся они куда? То есть гнезд нету, несутся прямо вот здесь в вольере. Мы добиваемся того, чтобы птица неслась, грубо говоря, где попала. Если птица начинает в каком-то углу, значит, собирать соломку и нестись в определенном углу, то у них очень быстро проявляется инстинкт насиживания. И смотришь, несколько самок, 3-5-10 могут на этом яйце, яйца же откладывается много, самок много. Они все начинают как бы насиживать. Но когда проявляется этот инстинкт насиживания, то самки перестают нестись. Естественно. А нам-то нужно, чтобы от них получать яйцо и закладывать его в инкубатор. И чтобы это не происходило, мы такие места оборудуем так, чтобы птица в этих углах не неслась. Вот сейчас весной будет, он еще где остался, и шифер. А так будет по всему периметру стоять шифер. В середине будет домиком стоять шифер, чтобы птица там неслась. Ага. Чтобы не было концентрации. Вот эти шиферины, которые у нас стоят около края, то есть просто шалашик такой получается из них. Когда птица несется, то особенно когда первый цвет, она идет с трудом. Она не может за 2-3 секунды отдать яйцо. И клоака выворачивается. Ага. И эту клоаку расклевывает, птица может погибнуть. Поэтому, если она несется вот по таким шиферам, то она защищена от других птиц. Прячется. Да. Ух, полетели птицы. Полетели птицы. Вот. Полетели птицы. Давайте к ним туда. Пойдем еще раз. Ну, значит, тренированность в полетах много значит на охоте. Да, да, да. Значит, несутся вот здесь вот везде, вот прямо... Прямо на земле. Прямо на земле. Ходим, собираем. Да. Собираем 3 раза в день. Не менее 3 раз в день. С тем, чтобы, опять же, погасить это самое инсинктное сиживание. Ну, и кроме того, чтобы яйцо летом не перегревалось на солнышке. А расклев есть такая проблема? То есть они могут клевать яйцо? Могут, но при нормальном полнорационном кормлении, у нас этого не происходит. Но вот кавказский фазан, вот этот очень подвержен расклеву. И там собираем яйцо чаще. Мы пробовали прокалывать яйцо, выдувать его, воском заделывать проколы, а внутрь накачивать мыльный раствор. И раскладывать это яйцо. Чтобы он попробовал и ему стало невкусно. По литературе, да, и там керосин наливают. Попробовал раз-два, значит, почувствовал неприятный вкус, и от этой привычки можно избавить птицу. Но тогда, когда птиц мало, тогда же, когда у нас птиц вот много, тысячи, то у нас просто это не получилось сделать. Да, ну и очень много яиц этих обманок сделать. Вот о чем, друзья мои, мы говорили. Вот сбоку тут видно вот такие у нас шиферины, за которыми птица и будет нестись. Да, ну сейчас это очень грязно, неприглядно. Да, ничего, ничего. Погода такая. Погода такая. Время у нас, ребята, сегодня 3 или 4 декабря 2021 года. Поэтому, да еще и хорошо, что снег выпал. Да всю ночь шел дождь, и только утром хорошо снежал. Да, 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 да. Вот. Так что у нас здесь красота. Так, и, значит, тогда, вот тут как раз очень много птицы, поговорим о пищевом яйце. В вашем инстаграме, ссылочку я оставлю, инстаграм, правда, не совсем активный, его никто не ведет в последнее время, но не суть важна. Я видел там упаковки с пищевым яйцом. Как-то продаете? Мы только начинаем это дело, пробуем. Дело в том, что фазань яйцо очень вкусное. Его очень любят дети. Оно легко прожевывается и проглацывается, в отличие от куриного. Вот, а так как вот у меня внуки просят. Просто просят, вот дай, значит, яйцо. Все, кто был угощен мной, или кто покупал такое яйцо, просят повторно, потому что вот как раз любят дети. Николай II любил такое яйцо. Дети и Николай II. Да, да. Яйцо, ребята, очень с тоненькой скорлупой. Вот мы, значит, нашли деревянную упаковочку. Она делается из березового шпона, сверху буковый шпон. Очень красиво получается. И хотелось бы, чтобы такое яйцо присутствовало на нашем рынке. На Западе оно везде есть. Правда, оно дорогое. Цены, знаю, правда, только по Сербии. Значит, где знакомый прошел по магазинам, посмотрев пластиковые упаковочки, 10 яиц стоит около 1200-1500 рублей на наши деньги. Вот, мы продаем гораздо дешевле, в несколько раз дешевле. Но ведь яйцо у нас, это совершенно такой сезонный бизнес, сезонные продажи. Это, наверное, месяц-полтора максимум в году. Это апрель, май, июнь, июль и август. Но там же идет инкубационная, вы же сказали, собираете себе. Да, собираем инкубационную, но мы можем просто больше произвести яйца и уже с апреля месяца продавать. Можно оставить ведь не 2000 самок, а можно оставить 5-10 тысяч самок. Ну, то есть, можем увеличить количество самок именно под пищевое яйцо. Конечно, конечно. Дело в том, что у нас земли 90 гектаров, и мы могли бы поставить значительно больше вольер. И я просчитывал, что за два года я могу выйти на 2 миллиона яиц в год, а на третий год до 5 миллионов в год. Слушайте, это хорошие объемы. Вот бизнес просчитан, но с реализацией пока не налажено у нас. Надо выходить на торговые сети и заниматься этим вопросом. Но вообще вопрос очень интересный. Господа предприниматели, кто нас смотрит, обратите, пожалуйста, внимание. Все контакты Александра Андреевича я оставлю в комментариях. Александр Андреевич у нас человек старой школы, у него нет ватсапов. Ему можно только позвонить. Правильно говорю? Да. Обратите внимание, на самом деле бизнес интересный, бизнес эксклюзивный по продаже яйца. И очень печально, что у нас действительно в наших магазинах нет такой продукции. А могла бы быть. На Западе есть и пользуются спросом, а обидно, что у нас нет. На самом деле фазань яйцо из Тамбовской области, это в принципе может быть брендом Тамбовской области. Конечно. Это очень-очень клево. Могло бы быть. Могло бы быть. Надеемся, что будет. А стоимость какая у него ожидается? Ну, стоимость порядка 30-35 рублей за штуку. То есть 350 рублей за десяток. Да. Дело в том, что курочка заносится, домашняя курица, заносится в 6 месяцев и дает 300 яиц. А фазан заносится в год и дает яиц в 5 раз меньше. Ну да, да, да. Еще куры-то, эти кроссы-то вообще начинают 120 дней нестись. Так что там... Ну, там и яйцо вы рассказывали другое, когда варишь его. Да, да. Уфазанивается белочек никогда не бывает таким твердым, чтобы его там трудно прожевать вместе с желтом проглотить. Оно как бы такое получается, как сочное, оно такое нежное очень. И вкус у него нежный. Я почему говорю, дети-то любят. Друзья, зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, кому кто-либо кушал ли в фазане яйцо. Я как человек, который занимался птицеводством, фермерским птицеводством 25 лет, разводил в том числе фазанов, полностью подтверждаю слова Александра Андреевича о том, что это очень-очень вкусное яйцо. Пожалуй, самое вкусное яйцо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы, нет, яйцо фазана. Мы продолжаем говорить. Значит, вы собираете яйца, сколько их храните перед инкубацией? Не более 7 дней. Чем меньше, тем лучше. Ну, считается, что при хранении до 7 дней яйцо в качестве их не теряет, а дальше выводимость снижается в среднем на 1% в сутки. Вот, поэтому лучше заложить раньше, и птенец выведется более сильный, более жизнеспособный, и этих птенцов будет больше. Причем условия хранения. Мы храним яйцо примерно при плюс 12 градусов, потому что если идеальным считается от плюс 5 до плюс 12, но если хранить при плюс 5, то потом, когда выносишь на тепло, оно запотевает сильно, да. Поэтому мы где-то плюс 12 градусов храним это яйцо несколько дней, влажность 75-80%, вот, и это яйцо ежедневно переворачивается, то есть мы, значит, для этого яйцо укладывается в продезинфицированные ящики из-под фруктов пластиковые, вот, и когда стопка стоит этих самых ящиков, то под один угол, под одну сторону этого ящика мы подкладываем брусок деревянный, а на следующий день с этой стороны вытаскиваем, и под другой. То есть если накладывается то в одну сторону, то в другую. Как лотки в инкубаторе. Да, это делается для того, чтобы всплывший зародыш не приклеился, не присох к подскоробной оболочке. К одной из сторон, да. Да, и тогда развитие птенца будет идти неправильно, и он погибнет на выводе. Ну, то есть можем говорить, что 7 суток мы храним совершенно спокойно, и стараемся раз в неделю закладывать яйцо в инкубатор. Да, да. Вот так вот, друзья мои. А срок инкубации какой у них? 24 дня. Они выводятся на 24-е сутки. На 24-е сутки. Да. Понятно. Несмотря на то, что яйцо не крупное, у курицы крупнее, но у курицы на 21-й день, а у фазана на 24-й. На 24-е сутки. Так, я вот там вот вижу кого-то белого такого среди них. Это несколько птиц белых. Это фазан обыкновенный, но форма вот такая белая, как мы видели, черных. Это вот белые. Их некуда было деть, из-за того, что вот было перенаселение у нас, очень много птиц было. Сейчас птицы проданы, и мы в скором времени отсадим маленькие вольеры. А я, честно говоря, не видел вот таких вот белых ни разу. То есть, это белая форма. То есть, это не альбинос. То есть, это... Нет, это не альбинос. Форма белая. У них глаза... Темные, да. Темные ноги коричневые, такие серые. То есть, они не розовые. Это не альбинос. Это просто такая форма. Вот так вот, друзья мои. Вот такие вольеры. Там, на заднем плане, мы опять же видим, это тоже для отлова, да? Да, это тоже отбойник для отлова. У нас больше вольер, соответственно, больше отбойник. Больше отбойник. Чтобы в него легче было загнать птицу. Ну, а никаких навесов, типа сеток, типа просто навеса от непогоды, нету здесь ничего получается? Нет. Вот он, навес есть, но фактически мы не пользуемся. Дело в том, что навес рекомендуют для того, чтобы поставить туда кормушки. А у нас кормушки бункерные, с крышей. Крыши, да. Влага во время дождя туда не попадает. Снег тоже. А если кормушки будут все в одном месте, то наиболее сильные птицы отгоняют оттуда более слабых. Поэтому у нас кормушки в разных местах, чтобы вся птица имела доступ к корме. По всей территории, да? Отлично. Вот так вот, друзья мои. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете об этом бизнесе. Кстати говоря, вчера, вот мы когда сидели за столом, общались, ужинали, вы сказали, что даете консультации. Да. Это платные консультации? К вам люди приезжают? Давайте про это чуть поговорим. Люди приезжают, люди звонят, вот зачастую просто звонят и говорят, что никто не дает консультации, приезжаем покупать птицу, нам говорят, ты покупаете птицу, либо не покупаете одну из двух. Никаких комментариев не дают. Вот. А я даю и по телефону, и когда нужно более подробно, люди приезжают. Ведь эти люди, они, как сказать, такие же, они мои единомышленники. Это во-первых. Во-вторых, если со мной легко общаться, значит, они могут приезжать, рекомендовать друзьям и покупать у меня птицу. Сарапанное радио. Даже чисто, да, чисто коммерческий расчет. И то, я считаю, это правильно. Но ведь это большая работа. То есть, если начнут звонить по 10-20 звонков в день, да расскажите, как кормить, и так далее, и так далее. Ну, это мое любимое дело. И я люблю общаться вот с такими единомышленниками, кому интересно. Если человеку вот что-то в жизни интересно, вот, казалось бы, там, математика. Ну, скучное дело. Но попробуйте поговорить с профессионалом, математиком. Он вам расскажет столько интересного. Что? Заслушаетесь. Так что, вы готовы общаться с людьми? Я готов общаться. Мне приятно общаться. Друзья мои, я оставлю, естественно, телефон Александра Андреевича. Вы можете позвонить. Ну, а вот уровень. Ну, вот захочет человек, одно дело, захочет он себе бизнес. Несколько, допустим, там, тысяч голов. А другое дело, человек захочет, там, одну семью. За консультациями чаще обращают все, кому нужно, как раз вот одну семью. Где у кого тысячи птиц, они, как правило, все знают. Либо приезжают на день, на два, на три, чтобы все посмотреть, все расспросить, записать. Вот. А вот звонят чаще те, кто несколько птиц его имеет, чем кормить, как содержать, как инкубировать. Вопрос возникает очень много. То есть вы тоже общаетесь с такими людьми? Общаюсь. Общаюсь со всеми. Один приехал, дай мне 10 тысяч фазанов, другой приехал, дай мне одну самочку. Я общаюсь со всеми одинаково. Друзья мои, значит, не забываем, что когда будете звонить, что здесь московское время, то есть если вы находитесь в другом чистовом поясе, не забывайте, что здесь московское время. Александр Андреевич, а про хищников мы не поговорили. Какие хищники вообще есть у фазанов в вашем условиях, в условиях фермерского хозяйства, вольерного содержания? Ну, у нас часто нас посещают хорьки, норка американская, посещают куница, но наибольший дискомфорт нам доставляет лисица и ястреб-петеревятник. В последнее время даже лисица, потому что ястреб, если пролетает, то он через сетку убивает, три, там, пять птиц за день. Лисица же, если проникает в вольер, то уничтожает в среднем 200 голов. За раз! За лето 17-го года внутри вольеров лисицы у меня уничтожили более тысячи фазанов. Ну вот от лисицы мы поставили электропастух, видите, были у нас металлические столбы, к ним привязали проволокой дубовые столбики и изоляторы вкрутили. Можно в один ряд, мы в два ряда сделали. Значит, они завинчены. Пропущена проволока специальная, обмотана. Вот проволочка натянута. В доме у меня стоит генератор импульсов. Я нажимаю выключатель, забор включен. При попытке перепрыгнуть в забор, лисица, значит, сетка это ноль, проволока это плюс. Лисица задевает проволоку, замыкает цепь, ее бьет током, она убегает и больше не подходит к этому забору совсем. А так, чтобы кисники не подкопали, вот к этому забору точно такая же сетка, только высоту сейчас здесь полтора метра, а там метровая сеточка. Горизонтально. И привязана к забору специальным степлером, скобы сжимателем. При попытке подкопать, сетка не дает подкопать, выкопать нору. И лисица идет в одном месте, в другом, в третьем, в пятом пробует. Потом это и надоедает. Она пытается перепрыгнуть через забор, ее бьет током и больше она не подходит. Вот мы таким образом избавились от нашествия лисиц. То есть все ваши 90 гектар так огорожены? Нет, у меня огорожена только часть территории, та, которой я сейчас пользуюсь. Периметр 2,5 километра. Генераторы импульсов продаются разной мощности. Вот нам специалисты подобрали генератор, соответственно, нашему расстоянию, по нашей площади, по нашему периметру. Но вещь очень эффективная, и забот мы не знаем. Кстати, может работать от обыкновенного аккумулятора. Аккумулятора обычно хватает в среднем на месяц. Там, скажем, 90 аккумулятора хватает на месяц. Потом аккумулятор надо заряжать. Даже на морозе работает хорошо. Друзья мои, я оставлю ссылочку на рисунок из одной иностранной книги, как раз про фазонаводство. И там написано, схематично нарисовано, как сделать от лисы, от подкопа лисы. Еще вот как раз я сюда не зря шел. Вот мне кажется, именно вот это вот висит на сетке. Это у нас как раз вот это вот ястреб. Да, то есть... Трудно достать. Вот осталось перо и лапки. Трудно достать. Надо резать сетку. Но мы это сделаем. То есть он пикирует и ловит фазана, который здесь летит, получается, пугается. Этот фазан был снаружи. И он тетеревятник поймал его прямо на сетке. Он сбегал? Да, он сбегал. Тетеревятник поймал, съел на сетке и улетел. А, понятно. А как он через сетку-то атакует? Когда тетеревятник прилетает и летит над сеткой, птица его заранее видит, издает такой звук. Я по этому звуку понимаю, что именно пернатый хищник появился. Причем фазан не реагирует на мышиедов, каких-нибудь там сарачей. А из всех отличает именно тетеревятник. Либо соколов. Были случаи, появлялись крупные сокола. И птица, когда ястры падают на сетку, пытаясь достать птицу, птица не взлетает, вот так вертикально вытягивается и замирает на месте. Но фактически всегда тетеревятники приходят к одному и тому же решению. Они летят над землей, скажем, в сторону домика, и за домиком появляется насетка очень неожиданная. Вот прям непосредственно насетка. И птицы от неожиданности, фазаны, взлетают. Свечкой. Свечкой взлетают. Взлетает их масса. И прямо в лапы. И вот удивляет, как же тетеревятник из такой массы успевает выделить птицу, успевает развернуться. И в момент прикосновения птицы снизу к сетке, он успевает взять ее сверху когтями. Убивает птицу, но съесть он ее через сетку не может. В итоге он убивает вторую птицу, третью птицу. Три, четыре, пять птиц ежедневно он убивает, если он поселился на вашей территории. Александр Андреевич, куда мы сейчас пришли, рассказывайте, что это такое у нас? Это вот ловушка для отлова ястреба тетеревятника. Вот. Чтобы он остался живым. Да, это живая ловушка. Вот такой куб из проволоки. Здесь 30 сантиметров, 35 вырезан круг. Проволока и к ней приварена столистая проволочка. Такая гибкая. Она подпружиненная как бы получается. Она столистая. Ага. Вот. Вот туда сажаюсь, скажем, голубя. Вовнутрь. Вовнутрь. Тетеревятник видит, заныривает внутрь, но обратно высочить уже не может. Простейший вариант, но птицу не надо убивать. Ее отловил, отвез подальше и выпустил. И очень эффективно. А как ее открывать где-то сбоку, наверное, открывается, чтобы его достать? вы видите, сделано на скорую руку. Вот проволочки, а проволочки руками отвинтил. Ну, понятно, да. И достал. Аккуратно взял его. Ну, правда, надо брать осторожно. Да. Чтобы не попасть. В крагах, в крагах. То есть. Нет, просто берешь его сзади. И тогда он клюв не использует как оружие, только когти. А если сверху его взял рукой, все, аккуратно ноги у него впереди. И главное, чтобы он не схватил ногой. Если когтями схватывает, то мало не покажется. По себе знаю. Вот. В среднем ловим 9, 10, 12 тетервятников в год. Вот. И отвозим как можно дальше и выпускаем. Ну, говорили, что 200 километров достаточно, чтобы он вообще... Ну, так далеко мы редко возили. Возим, 50-70 километров выпускаем. Пробовали помечать. Хотя, это тоже опасный момент. Я попадал, руку мне просаживал так, что я полтора месяца лечил эту руку. Как вы вчера сказали, ножи. 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 3 сантиметра ножи. 8 ножей на двух ногах. Это серьезное оружие. Фазаны, петерервятник по размеру, ну, такой же, как фазаны. Да, да, да. Размером одинаковый. Немножко меньше. Вот. А одним ударом убивает такую птицу. Он ее режет, прошикнул когтями все. И у птиц нет шансов. Так, поговорили про этих хищников. Еще какие хищники с норками, с хорьками как бороться? Норка-хорек это капкан. Когда мы видим следы, ну, я охотовед, мне это все знакомо и легко отлавливаю хорьков и норку. В прошлом году я поймал 4 американских норки. В этом году пока ничего не видел. Вот. Хорьков 6-7. Однажды посаженные в клетку прожили у меня всю зиму. А весной оказалось, что было, значит, 3 самца, 2 самки. Обе самки беременны. И мы их увезли тоже как можно дальше в поле и выпустили. Причем, интересно, водитель не мог проехать, потому что лужа впереди. И когда он выпустил хорьков хорьков вот что значит хищник, он всегда чистый, все пошли в лужу, все выкупались и разбежались в разные стороны. Но, я не знаю, на самом деле, как норка, но хорек, он же тоже давит, не останавливаясь, как лиса. У нас только однажды пришла самка с молодыми щенками и в вольере задавил 50 штук фазанов. Вот, вот, вот. В других случаях хорьки приходят, ходят по территории, иногда внутри вольера и при этом не трогают птицу. Я этому тоже был удивлен. Интересно. Оказалось, что фактически всегда на нашей территории присутствуют мыши и крысы. Крышиная нора это достаточно приличная дырка и хорек свободно через нее проходит. И оказалось, что вот эти мишевидные гружины более лакомый корм для них, чем птица. И они уничтожают, но всегда присутствие хорька всегда вызывает тревогу. Панику. Конечно. Потому что сегодня он поймает крысу, а завтра неизвестно, что произойдет. И поэтому мы избавляемся от хорьков. от хорьков.